ну что добро пожаловать на продолжение наших военных конфликтов частности в данный момент мы воюем с америкой из франции до всего ну либерия да там это миньон американские это не интересно но я думаю что мы справимся наша наша защитная артмия все еще нанимает призывников так что мы здесь хоть имеем минус 17 на этом фронте но честно говоря я за него не особо волнуюсь здесь что я правильно за него не волнуюсь вот это сражение 257 батальонов против 462 офигеть 256 тысяч солдат против 378 тысяч то есть это уже прям такие конкретные зарубы и тут местные погибшие раненые деморализованные офигеть это прямо от на земле рабочие заняты на каучуковых план такциях в области российский ветряный берег жалуются на измывательство те кто трудится недостаточно усердно преднамеренно калечат ну это событие у нас уже было но у нас в нем появилась третья опция виновники заплатят за свои преступления данная опция доступна только если в россии принят закон регулирующие органы либо защита прав рабочих и он снижает товарооборот на 10 процентов в отличие от другой опции которая снижает ее на 25 процентов или первые опции которая увеличивает смертность так что мы выбираем соответственно третью опцию то есть нужно учитывать что разные события в вернее разные варианты с доступны в разных событиях зависят в том числе и от законов которые действуют в нашей стране на этом фронте американцы что-то я смотрю вообще отсутствует не все отправили свои войска что ли сюда как-то глупо мы вряд ли сможем организовать морское вторжение на восточном побережье хотя тоже еще тот вопрос может быть и сможем но вот западное побережье у них вообще открыто где у них столица в пенсильвании да давайте попробуем почему бы и нет если мы сможем организовать сюда вторжение это будет прямо отличная новость для нас на данный момент нам даже никто не под не будет противостоять гсм обнаружили в аруканье успешное морское вторжение и технологии центральное планирование открыто 25 процентов ой плюс 25 потенциалу налогообложения действительно мы смогли спокойно за приземлиться здесь личные новости так кто это там откуда куда а это подск реализовать и давайте организуем морское вторжение вот сюда нет не африка нам нужен черноморский флот для этого но он пока что немножко занят так возвращаемся сюда в этом мега сражение 52 тысячи погибших на той стороне на нашей стороне 33 тысячи и это очень для нас хорошо что они столько имеют погибших и раненых то есть это прямо сильно скажется на их возможности вести войну вот это сражение наверно будет иметь самые большие последствия для игры для войны для этой так флот освободился лангедок что мы морским флот подтвердить ну вот сша начинает сюда перетягивать свои войска но перебрасывать не перетягивать перебрасывать но и пока что маловато они их туда перебросили так что у тебя такое и не хватает опять пехоты слишком много артиллерий опять давайте просто добавим побольше вот этих вот маленьких призывников и у вас вообще американцы всю армию реально отправили на французский фронт и это было сделано зря поддержка сми говорит индинская популярная газета которую читает россия и в особенности селяне выпустила статью где кристофер брамуэлл ратует за принятие закона протекционизм кто мы чтобы противоречить противоречить глаз у народа минус 15 процентов срока утверждения плюс 15 процентов к шансу утверждения отличный вариант либо выразить благодарность издателю минус 10 процентов срок утверждения плюс 10 процентов шанс утверждения и И селяне получают плюс 2 к одобрению и 10% привлекательности заинтересованной группы. Но мы наоборот хотим, чтобы все-таки селян у нас было поменьше, поэтому мы выбираем первую опцию. Голосуем за первую опцию, хотел сказать уже. О, в Англии восстание очередное. У восставших какой интересный флаг. Религиозное восстание. Кстати, а Франция все еще религиозная? Да. Интересно. Так, в охране восстание нас не особо беспокоит. Вот американцы свои войска оттягивают назад. Давайте мы возьмем одну армию с этого фронта и перебросим вот сюда. Потому что я уверен, что у нас все равно здесь будет достаточно войск, чтобы поддерживать. А второй фронт нам надо, чтобы он не рассыпался. В области экваториальной провинции обнаружен Кулачук. Хорошо. Кулачуково или Карабка. Это самое лучшее место. Здесь как бы без вариантов. Фронт Иль-де-Франц-Голландия. Здесь мы проигрываем большое сражение. Российская Ост-Индия не смогла сдержать фронт. Потери большие. Ну вот там, где мы защищаемся. Несмотря на то, что изначально у нас было меньше войск, чем у Франции в данном случае. Все равно мы смогли их сдержать и нанести им больше потерь. Интересно. Так, кто это там, куда это так собрался? О, наша африканская армия закончила. В Либерии и в... Что это? Геррера-Лэнд? Да. Ну нет, тебя нам туда не надо. Ты оставайся здесь. Если вдруг где-нибудь вспыхнет очередная революция, ты сможешь... Или восстание, вернее сказать, ты сможешь их придержать. Так, эту армию мы переводим на защиту. Американцы сюда уже переняли много войск, но скоро мы сможем им помочь. Так, вот эта кавалерия закончила. Отправим мы ее вот сюда. Конец работорговли. Николай Николаевич, лидер группы интеллигенты, давно выступает против мировой работорговли и теперь утверждает, что наша колония, российский Касай, может положить конец этой практике на континенте. Наш долг покончить с рабством везде, куда мы можем дотянуться. Производство колониального роста плюс 0,2, 20% скорости роста колоний. Интеллигенты получают удобрение, напряженность растет. Стремление к этой цели может впоследствии привести к другим событиям. Либо дипломатия не может опираться на мнение моралистов, это непрактично. Интеллигенты минус 1 к одобрению. Местная работорговля – неплохой источник рабочей силы для наших проектов. Плюс 30% товара оборот плантации, минус 2 к одобрению заинтересованной группы интеллигенты. Ну, я думаю, очевидно, что мы выберем первую опцию. Работорговля нам ни к чему. Так, мы все еще хотим вторгнуться сюда, как только освободится африканский флот, который в данный момент ведет морское сражение с французской флотильной. Мексика поддерживает Великобританию. В какой-то там войне в гражданской, наверное. Армия тут почти пришла. Отлично. В области Аббайджана обнаружен ГСМ. О, сражение закончилось. Вот это мне не нравится. Потому что два наших адмирала уже повершены. Нанимаем третьего. Четвертого. Ну, у них остался врага, остался только один адмирал. Так что хоть это радует. Вообще, этой армии долго плыть сюда. Можно было использовать для этого вот эту армию, которую мы уже здесь использовали. Но, ладно. Южно-африканская коммунистическая дипломатическая игра. Ну, вот именно для этого мы здесь и оставили эту маленькую армию. Пускай она помогает. Франция здесь держит большую армию, чтобы не дать нам организовать морское вторжение, что нас полностью устраивает. Потому что вместо того, чтобы использовать эту армию на фронте, они ее держат здесь. Именно для этого мы и организуем все эти морские вторжения. В то же время Франция пытается вторгнуться в Луганск, который является нашей столицей. Но у нас здесь стоит армия большая достаточно. Поэтому я не ожидаю, что они смогут организовать это вторжение. Впрочем, и мы здесь точно так же во Францию вторгнуться не сможем. У нас соотношение сил здесь абсолютно не в наших польз. Закон перешел в пазу изучения. Хорошо. Теперь у нас здесь плюс 90 на этом фронте. Отлично. Отлично, да. На этом фронте они немножко смогли пройти. 81% они контролируют наши территории. Сейчас мне тут немножко нужно отвлечься. Так, я снова здесь. Что это у нас? А, это в Южной Африке, окей. Да, то есть они немножко двигаются вот на этом фронте, но недостаточно быстро. И если мы сможем выбить американцев в ближайшее время из войны, то в принципе против Африки, против Франции мы не ставили никаких целей. Ну, потому что я профукал этот момент. Так что если мы выбьем Америку, то в принципе с Францией можно подписывать и статус-кво. А когда мы сможем вернуть армии из Америки, то с Францией нам справиться будет несложно. Рабство и колониальный труд. Несмотря на наши заявления о борьбе с рабством в Африке, поступают сведения, что администрация колонии Зулулэнд обращается с рабочими как с самыми настоящими рабами, хотя он и называет их иначе. Это настоящее лицемерие. Это издевательство нужно прекратить. Зулулэнд получает плюс один к уровню жизни для низшего класса, минус 20% товара, оборот плантаций. Дворяне получают минус два к одобрению, интеллигенты плюс один к одобрению. Может сходство и есть, но ведь тяжелая работа, которой мы их обеспечиваем, закаляет характер. Минус два к одобрению профсоюзов, плюс один к одобрению интеллигентов, и минус один... А, теряет... То есть интеллигенты теряют плюс один, получают минус два к одобрению. Ну, мы выберем первую опцию. Мы же какие-то колониальные эксплуататоры вот из этой части мира. Да, так. Смотрим, как у нас тут проходит. Выиграем морское сражение. Отлично. Иркутск обнаружил ГСМ. Тоже хорошо. Ну, здесь наши миньоны начинают подтягивать свои флоты, причем весьма существенные флоты. Суммарно. Вполне возможно, что мы сможем отбиться от этого... Даже сражения... От этого вторжения на море. Не на суше. Так, окей. Революция. Восстание одно из... Восстание повержено. Хорошо. Гости из колонии. Ученые умы из колонии Яка прибыли с визитом в нашу столицу, утверждая, что их родина куда цивилизованнее, чем мы о ней думаем. И наши колониальные представления о них несправедливы. Все это ложь и притворство. Отошлите их обратно немедленно. Минус один к одобрению профсоюзов и интеллигентов. Напряженность между Якой и Россией увеличится на 20. Возможно, нам стоит прислушаться к их мнению. Российская центральная Конго получит модификатор на 5 лет. Минус 20% скорости роста колоний и минус 0,2% к производству колониального роста. Напряженность снизится на 10. Это вот здесь. Я не хочу снижать скорость роста колоний. Это ложь. Купить землю в фанаде. Странительство идет. Если у нас тут что-то критическое. Нету. Так. А, есть у нас тут флот. Окей. Ну, ненадолго. Там мы все еще защищаемся. Закон перешел в фазу голосования. Хорошо. Хорошо. Так. Окей. Здесь они просто перемещаются с одной позиции на фронте на другую. Растание в Южной Африке. Ну, там мы уже к нему готовы. Канцузы сюда свой флот прислали. А на суше мы выигрываем. На суше у них здесь недостаточно войск для защиты от вторжения. И это для нас хорошие новости. Так, ты тут закончил. Ну, здесь нету ничего. Так что, оставайся. И Америка все больше армия отсюда отзывает и шлет их, пересылает их на защиту своей земли. Кто там так сигналит-то, ё-моё. Вот мы опять начинаем вторжение. Восстановление боевого духа. 99%. Ну, восстанавливай боевый дух. Дар знаний от Фёдора Чибисова. Это отличная идея. Дополнительный университет нам никогда не помешает. Всё, 100%. И вторжение успешно прошло. Отличные новости. Здесь всё ещё идёт гражданская война. Интересно будет посмотреть, кто же там победит. Ну, всё. Америка практически повержена. Так, нет. Вот ты куда собрался? Вот у тебя есть рядом фронт. Вот на него и иди. Ты наоборот. Ты идёшь вот сюда. Ты. Ну, ладно. А ты? Ты уже там. Ну, ладно. Здесь эта армия сейчас быстро закроет этот фронт. И, вернее, перейдёт сюда. Что? Если американцы, конечно, раньше вообще не сдадутся. Мы приняли протекционизм. Отлично. Отлично. У нас по-прежнему нет движения за Советскую Республику. И у нас пока мы не можем позвать новых агитаторов. 5% маловато. Ну, то есть можно принять законы при 5%, но будет долго и не всегда хорошо. Могут быть много отрицательных событий произойти. Опять двери открываются сейчас. Ну, вот у нас есть отличный способ, повод принять, изменить нашу систему образования. Принять государственные школы с 5%. Наверное, мы сейчас замучаемся. А вот 47% на частные школы. Я думаю, что это будет хорошая мысль. Давайте так и поступим. ГСМ. Поддержать эту идею. ГСМ будущее. Это в Ненеции. Отлично. Перемирие. Калифорния. Аризона. Нью-Мексико. А самое главное, что Франция, так как у них нет своих требований и у нас нет требований к ним, то они не являются переговорным участником. То есть если мы примем мир, подпишем мир вот так, то, по идее, французы тоже война с Францией сразу прекратится. Так что ждем, когда американцы наконец сдадутся. Ждать осталось недолго. Западная Галиция обнаружен ГСМ. Самара обнаружен ГСМ. Хорошо. Минус 33. Ну давай, 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 давай. Минус 26, 25. У нас такой минус по бюрократии конкретно сейчас, конечно. Ну что, это мы исправим. Закончим войну и потом займемся всем остальным. 17. 10. Ну, кто к нам с мечом придет, тот от нас звездюлей и получит. Минус 10, давай. Минус 3, 2, 3, 2. Ну, ё-моё. Плюс 5. Предложить. Ну, вот как я и говорил, так как в Франции не было своих притязаний к нам, то Франция тоже подписала это мирное соглашение. У нас осталось вот это, но даже сейчас война закончится. Тогда все наши армии демобилизуются. Так, у нас обчанское отделение идет. Оп, все. Обчанское отделение. Это в Аризоне. Ну, это наша американская армия. Мы тогда ее оставим здесь. И пока идет отделение, мы не можем телепортировать армии. Ну, ничего страшного. Это может подождать. Так, армии. Ну, вот защитная армия, которая у нас здесь стояла на французском фронте, теряла много солдат, но все остальные более-менее целые. Здесь нужно, чтобы опрошить, закончилось обучение. Так что, что мы делаем? Мы идем воевать с Китаем. Не знаю, что, наверное, надо посмотреть, сколько времени займет перемещение армии наших. 106 дней. Тогда нужно немножко подождать перед началом войны с Китаем. Чтобы наши армии успели, успели дойти. Я вам не сделала Бацвану. Окей. Так, давайте мы исправим ситуацию с нашим... Бюрок, с нашей бюрократией. К счастью, мы успели дойти до пятого уровня образования. Средняя грамотность у нас уже 67,5%. Не может не радовать. Так, строитель... Правительственное, вернее, ведомство. Пум-пум-пум. Так, Казань-Пюсю по одному. Самару, наверное, тоже стоит один. Южная Маньчжурия. Так, Пермь-2. Кубань-5. Это все идет в начало очереди. У Луганск надо побольше. Пускай пока будет 7. Давайте, мы пока построим, потом еще добавим. Нам всю очередь строительства не занимать правительственными нужданиями. Протест сторонников отделения. Сторонники апаческого движения за отделение устроили публичную демонстрацию. Разогнать их. Минус 10 количество авторитета. Пусть выскажутся. Плюс 10% из апаческой группы населения в России станут более радикальными. Население в России 137 тысяч. При нашем населении в 216 миллионов. Ну, как бы, нам это не очень-то и пугает. Тратить 10% авторитета на них я сейчас точно не хочу. В Венгрии революция. Минус 155. Эти не примут нашу помощь. Блин. У нас перемирие. Так бы мы могли сейчас Венгрию себе получить. Турц. Турецкое восстание. Нет, не турецкое. Нет, турецкое. А, у них здесь есть территория. Да, ну это неинтересно. Османская империя против Неджеского восстания. У нас согласятся турки стать нашим протекторатом. Они не желают. Расчет принятия минус 160-65 от военной мощи. Минус 25 от намерений по отношению. Если бы здесь было меньше 100, то может быть. Больше 100 не уверен, что мы сможем перетянуть. Давайте попробуем. То есть, если я нажму сюда, проверю их показатели, если они не согласятся, то по идее я сферу еще смогу стать нейтральным. Плюс 231. Отлично. Они приняли наше предложение. И мы получим Османскую империю в качестве протектората. Без повышения нашего уровня дурной славы. Отлично. Да, это немножко отодвинет нашу войну с Китаем, но я считаю, что такой подарок упускать было нельзя. Самое главное, что нам даже участвовать здесь не нужно. Османы сами справятся. Это прям подарок хороший. Апаческое восстание тут у нас. Сейчас случится кубинская дипломатическая игра. Так, так, стоп, стоп. Ты, мобилизовать сюда. Кубинская дипломатическая игра. Ободряющая речь вдохновляет публику. Сегодня днем Федор Чибисов, лидер группы промышленники, произносит пышную речь за введение закона частной школы. Это значительно облегчит переход к реформам. Плюс 15% шансы успешного утверждения закона. Либо Федор Чибисов и его дело многое выиграют от таких выступлений. Плюс 10% шансы успешного утверждения закона. Плюс 25% популярности Федора Чибисова. И промышленники получают 5% привлекательности заинтересованной группы. Рыночный либерализм. Ну, нет, это у нас человек. Если бы у него была интересная идеология, то я бы выбрал вторую опцию. А так, первую. Так, это апаческое восстание. Вот кубинское восстание. Я не вижу, где оно тут. Интересно. Куба. Окей. Окей. Жалко. Не могу параллельно начать еще одну игру. Так, ну, у нас зато закончилось движение за отделение. Оно переросло в полноценное восстание. Поэтому теперь мы можем телепортировать армию. Крым. Крым. Там еще 4 было батальона. Тоже в Крым. И флот. То же самое в африканский флот. Так, Африка. Тебе нужно пойти восстановить своих адмиралов. Черноморский флот. Тоже нужно восстановить адмиралов. Так что отправляйтесь в путь. В Америке у нас теперь есть под контролем несколько регионов. Поэтому мы больше не опасаемся вот этих восстаний. Что нам нужно делать морское вторжение. И поэтому здесь все в порядке. Так. Ходят, меня отвлекают. Ну, куда деваться. Технология подводная лодка открыта. Отлично. В области внешней Маньчжурии. Обнаружен ГСМ. Пекин, ты там включился? Мне показывает, сколько еще осталось времени на это. Черноморский флот отремонтирован. Отлично. Тосканер. Так. Турки, вы, блин, куда армию-то свою в деле? Не хочу, чтобы это слишком долго затянулось. Нужно в других местах начинать новые дипломатические игры. Так, здания правительственные построены. Давайте добавим еще. Пекин. В первую очередь нас интересует. Поведем до 51. Ну, на самом деле, у нас сейчас очень нехилый такой кусок налогов мы не добираем. Потому что у нас нехватка бюрократии. Но все равно мы остаемся в плюсе, что говорит о очень здоровой экономике. Которую, кстати, надо расширять. У нас уже 1600 строительства в неделю. Что значительно замедляет игру. Но мы будем продолжать ее расширять. Так, в первую очередь Пекин доведем до 30-ки. И Москву тоже доведем до 30-ки. И на этом остановимся. Это нас переведет в большой минус. Ну, не в большой, но в минус. Но ничего страшного. Африка ремонтирована. Значит, адмиралы у нас опять все готовы. В Витсарии тоже революция идет. Да, странно, что турки отсюда избрали все свои войска. Но, ладно. Так, там уже есть моя африканская армия. Так что тебе туда идти не надо. Иди лучше готовься к войне с Великой Тим. Строительные сектора завершены. Сейчас они наймут персонал. И у нас должно, по-моему, по моим прикидкам, так к 2000 приблизиться. Но еще не дойти до 2000, мне кажется. Мы не так много наняли. Не так много их построили. Закон перешел в изучение. Хорошо. Началась война с Кубой, которая почему-то в Африке. Сейчас война с Апачей, которая в Америке. Ну, и что, давай, давай, нанимай. Оп, 150 тысяч, 150 есть. Здесь тоже все нанято. Ну, и, как я и говорил, приблизились, но еще не дошли до 2000. 1878. Так, нет, тебе туда и в Америку идти не надо. Вместе справиться. Если армию поставить в правильный режим, дать им правильные приказы. Так, это Балтика, это защитная, это атакующая, это защитная. Хотя, атакующая, сюда можно нанять нового генерала. Пускай будет со знанием лесов. Не, блин, селяне, а не селяне. Так. Ну, какой у нас хороший показатель по экономике. В основном за счет того, что мы грамотно сейчас расходуем инвестиционный пул. Ничего против не имею. И давайте мы снизим, отменим какие-нибудь требительские налоги. Плюс 160 тысяч, вполне достаточно на текущем этапе, чтобы снижать постепенно нашу задолженность. Нам нужно еще немного правительственных ведомств. Давайте парочку во Фландрии. В полонии три штучки. Остальное. Так, у тебя здесь полностью нанято. Можно переключить на телефонные коммутаторы. Точно, у нас же есть телефоны. Поэтому можно теперь использовать телефонные коммутаторы. То есть не строить дополнительные здания, а менять у них производственный метод. Сократится потребление бумаги, увеличится потребление телефонов. Ну, я думаю, что это неплохой вариант. Так, нужно ли нам увеличивать институты? Нужно. Поэтому идем в КИН. Переключаем на потребление телефонов. И увеличиваем институт министерства туда. Отлично. И у нас идет... Так, ты тут закончил? Закончил. И идешь на свою базу. Хорошо. Ну, пускай, да. Пускай твоя база будет там. Город изобилия в Варше. Хорошо. Опять у нас какое-то отделение идет. А, нет. Это гражданская война уже идет. Ну, страшно. Это не страшная гражданская война. Бюрократия у нас еще подросла. Можно увеличить институт социальной защиты. Увеличиваем социальные выплаты. Плюс 40 доходов от ежедневенцев. Плюс 4 количество бесправных ежедневенцев. 4%. Минус 2% к доле рабочей силы. Ну, давайте, да. Будем продвигать этот институт постепенно. Родительство меня прям очень радует. Хорошо идет. Всего на 30 недель. Меньше, чем на полгода у нас сейчас очередь нашего строительства. То есть 9 страниц мы построим всего за 30 недель. Так, внешеское восстание подвержено. Давайте начнем улучшать отношения с Османской империей. Которая теперь является нашим протекторатом. Так. Харерское крестьянское восстание. Потому что оно началось позже того, как мы вот эти два закончатся. Я могу их закончить заранее? Могу. Так. Предложить. А здесь? О. Предложить. Главное смотреть, чтобы с правильной стороны выбирать опции. Китай. Могу начать. Отлично. Вы согласитесь на снижение автономности? Согласитесь. О. Вот это прям хорошо. Это облегчит нам здесь на много жизней. Ну, собственно, теперь Китай. Завоевание области. И мы обязательно ставим вот это вот. Надо вязать дипломатическую игру. Подтвердить. Что мы еще хотим получить от Китая? Мы продолжим двигаться в сторону побережья, наверное. Корею можем еще запросить. Стоит много дипломатических маневров. Блин, голос. Прошу прощения. Уже прям совсем, наверное, на сегодня это будет последнее видео. Так. Передача субъекта. Он строит 40 маневров. Китай. Ой, Корея. Ну, я думаю, что это стоит сделать. Потом. Какая там была область? Шанси. Есть. Ну и дальше вдоль побережья. Сучи Джоу. Сучи Джоу. Есть. Чет сян. Чет сян. Есть. И.. Уцзянь. Нам не хватает дипломатических маневров. Ну, бывает. Но у нас осталось 10. На что нам хватает? Лошань. Туа. нет что мы сделаем нам не хватает даже дипломатических маневров чтобы добавить к основным требованиям они сейчас опять сольются сволочи вот тува а это вот тут вот китайцы блин если вы сольетесь сволочи я надеюсь что нет я думаю что туда 58 крестьянско-понтьякская игра против нас это где-то здесь на чтобы не забыть про это так ни одной из этих атакующих армии отправить сразу австрия поддерживает китай ну хорошая новость в том что австрии китай теперь не отпустит не отступится плохая новость в том что мы сейчас не можем ничего с австрией потребовать потому что у нас нету дипломатических маневров не осталось так балтика идет сюда и балтика идет судьба в армии фактируем защитная балтика идет сюда смотрим что у них с армией ну вот как я и говорил еще на 100 батальонов у них снизилась их армия так что мы теперь можем уменьшить количество призывников значительно соточку оставить призвать и этого будет достаточно чтобы не пустить африку и австрию в нашу в наши земли их тут еще есть фронт но тут всего 6 батальонов вдруг они еще отсюда блин вылезут этими 6 6 батальонами дойдут до нашей столицы защитная армия крымская иди назад что у армии с у китая с армией линейная пехота отлично и регуляры но уже появляются пехота застрельщик их пока немного но они уже появляются я думаю что двух атакующих армии нам здесь хватит охотник пошел туда балтика пошла сюда но я кого-то хотел отправить сюда крым сюда африка будет продолжать контролировать здесь вот балтийский флот мы выставим здесь ну пожалуй все на этом наш давительная часть завершена даже если не кто-то еще присоединиться ну вряд ли это будет проблем а мы закончили военное моделирование плюс 10 процентов к атаке армии отлично поддержка североамериканских рабочих мы поддержим рабочих из америки укрепив местные профсоюзы отличная идея профсоюзы получают плюс 20 привлекательности группы для групп населения либо не стоит этого делать минус 10 процентов привлекательности от союзов допускай почему нет может у них коммунистическая революция пройдет было бы интересно посмотреть так да мы получили военное моделирование отлично интересно распространялась тоже она или распространение больше нет потому что мы впереди планеты всей в прямом случае нам нужно вот получить закрыть вот эти три телах на технологии в четвертом уровне и потом открыть пехоту сержант подготовку сержантского состава следующий уровень пехоты приняты частные школы отлично беспокойная компания в ходе агитации за партию аграрная партия выбранную предвыборный сезон учился в боб в охваченные беспорядками области нью-мексико владимир сорокин подвергается нападению и жестокому избиению группы неизвестных позитивист продвигающий технократию пусть хорошенько отдохнет и отвлечется от волнений получает шрамы аграрная партия куда теперь входят и интеллигенция получает минус 20 мотивации либо немедленно идите по следу аграрная партия плюс 20 процентов мотивации а владимир сорокин получает ранение я честно говоря теперь не узнаю кого нам лучше придерживаться как интеллигенты попали в аграрную партию интересно но на данном этапе игры усиления про промышленников нам уже не так интересно поэтому выберем вторую опцию окей у нас бюджет немножко просил давайте вернем налог на роскошную одежду давайте на перевозки минус 50 тысяч это нормально сюда больше никто не присоединяется вот мы видим что на этом фронте у нас плюс 33 процента мы не опасаемся растущее беспокойство мертвых мелкие буршуа против промышленников умерки буржуа минус 10 давайте действительно их поднимем немножечко чтобы они нам сейчас мы начали революцию сожгите это письмо пожалуйста уста марасом отдающий большие надежды член партии аграрная партия обвиняется во взяточничестве но мы это уже видели давайте мы сделаем минус когда в паренью популярности так у нас сейчас не принимаются законы государственная школа мы теперь вообще не можем провести но потом мы убрали религиозной школы и государственную медицинскую страховку мы пока не можем провести цензуру вот шанс принятия цензуры вырос отлично свободная конкуренция опять-таки у нас пока нет интересных вариантов но давайте оттуда подменим цензуру так то у нас там радикализируется буржуа у не тогда это мы пока не будем принимать тогда пока что оставим без изменений мелкие буржуа эти попробуем их подавить если получится и вывести в отчужденные группы то это будет замечательно все к этой войне больше никто не присоединяется отлично нифига себе где куда он идет да вот это вот весь фронт армия идет сюда блин на самый его краешек чтобы присоединиться черт у нас корейский фронт же еще китайский фронт сейчас немножко будет скорее всего проседать пока наши войска не дойдут но куда деваться ну зато здесь у нас никаких проблем не предвидится итальянцы пытаются решить свою вредскую проблему о на этот фронт мы успели прийти отлично на этот не до конца как и вся наша торговля с китаем тут же остановилась в этом нет ничего удивительно посмотрим можем ли мы им импортировать что-то из того что нам нужно принципиально откуда просто главное что-то иметь здесь не ожидаю тоже с боеприпасами надо посмотреть у нас просто не нанятый персонал на этих заводов либо у нас действительно не хватает завода так а по экспорту спирта бумага нет немножко фруктов на двух крупных у нас полная занятость на более мелких полная здесь мало крестьян осталось на кубани безработных нет вообще а то в киеве у нас в принципе неплохо с не знаю с крестьянами там правда не хватает инфраструктуры делаем мы строим целую кучу заводов боеприпасов и в начале очереди все поставил и что мы дополнительно делаем и идем и мы не можем субсидировать но как только у нас поменяется закон и мы сможем субсидировать это производство мы этим займемся и давайте поставим ротативный двигатель у нас тут хватает людей но мы будем много строить поэтому плохого в этом нет ну и железная дорога в регионах где нам не хватает инфраструктуры здесь у нас много уже стало транспортных услуг но мы их не расходуем давайте мы переключим железные шахты и лесозаготовки на использование как раз железный транспортных услуг так сколько нам здесь нужно 55 до рт то есть в мазове тоже ландры 3 в киеве 2 но мы там еще немного стоит так что 4 так великая польша 2 но город 1 здесь тоже лиза газ лесозаготовки переведем на потребление транспортных услуг аршава ненеция дагестан и 7 речи очень хорошо так мы смотрим что у нас тут с нашей войной о хорошо корея пока вот есть одна наступающая армия все они нам сейчас оборвут фронт наш к сожалению так я даже не поднял крымскую защитную армию поднимем вдруг сюда что-нибудь отправит морское вторжение я не замечу то может получиться так то мы контролируем давайте мы отправим эту армию корейский фронт против 31 батальона врага этого должно по идее быть достаточно призовем твоих призывников побыстрее иди на фронт так вот раздражает дел китай столица мне интересно вот тут южный а не хай австрии здесь осталось столице на ты забыл кавалерийская армия закончила вот вот на этом пятачке и пришла сюда и начинает атаковать принципе наверно даже можно им оставить атакующий приказ потому что они берут армию войска у защитной нашей армии и вполне успешно при помощи них сражаются так что хороший вариант вот что не очень хорошо это вот это вы страны сейчас мы если быстро возьмем столицу то это нам облегчит жизнь и китай быстро сдастся так что поможет здесь есть защитная охотская я про нее совсем забыл надо их срочно отправить на этот фронт как мы видим на фронт после пришла наша маленькая кавалерийской армии сразу он стал из минусов плюсом в якутске обнаружен гсм хорошо минус 130 тысяч бюджете от нас не пугает это нормально отлично мы тут уже начали продвижение танцы кола продолжает свои колонизаторские подруги мирный договор между тем и кем в какой войне британская монархия ппп видимо все-таки революция проиграла окей этому не восточный вот южный они хуй и мы уже контролируем 25 процентов так что ближайшее время этой война закончится и наша африканская армия куда она ушла тебе нужно вот сюда идти туда так а вот отсюда кавалерия наш куда делась подская на этом фронте нет ну хотя защитный фронт защитная армия пришла на фронт и уже вполне себя неплохо чувствует отлично требует всех наших выполнение всех наших требований аграрная партия 83 процента голосов мы можем исключить промышленников из нашего правительства нет не можем потому что мелкие буржуа хотят присоединиться к аграрной партии если мы им это позволим то они не мы не сможем их опустить ниже четырех процентов а именно отчужденный по идее начинается с 5 процентов но для того чтобы не было скачков постоянных отчужденный не отчужденный то границы проходят по планке 4 процента то есть если мы пытаемся сделать группу отчужденным который больше пяти процентов то нужно их опустить ниже четырех процентов а потом чтобы группой из отчужденной стала влиятельной ее нужно поднять не выше пяти процентов а выше шести процент то есть два процента между этими двумя позициями чтобы не было вот постоянных скачков появилась опустилась поднялась опустилась для этого сделали вот такую систему этому нет мы продолжим их подавлять оставим пока что промышленников в правительстве что мелкие буржуа сейчас выступают слишком поддержку тех законов которые нам не нужны так ну в принципе дела идут неплохо я бы сказал на на всех фронтах так что будем надеяться что война закончится положительно для нас кто из них не хочет стать моим протекторатом к сожалению ну окей я думаю что как раз после войны с китаем мы наверное возьмем протектораты над новой англией и над новой африкой чтобы окружить америку дальше будет видно всем спасибо продолжение в следующий раз